Мы уже рассказывали о том, что 10 лет назад был запущен совместный российско-молдавский медиапроект информационное агентство новости Молдова, которое стало первым партнером РИА Новости в странах СНГ. Эти годы вместили многое. Коллектив задумал и видеоматериал, который вобрал в себя три части мультимедийного контента для публикации на сайте агентства. Посмотрев эти материалы, посетители смогут многое узнать о наших буднях и праздниках, о том, как создается обратная связь с гражданским обществом Молдовы и другими странами. Становление коллектива редакции, его выход на современные интернет-технологии, мультимедийность и другие знаковые рубежи СМИ 21 века произошли благодаря ежедневной неуспокоенности и таланту журналистов и организаторов работы агентства. Это стало возможным только с профессиональной помощью РИА Новости, которая всегда находится на передовых позициях мировой журналистики. Пресс-центр представительства РИА Новости в Молдове стал медийной площадкой для многих политиков, экономистов, ученых, людей, искусства, правозащитников и неправительственных организаций, которые посредством проведения видео и пресс-конференций постоянно получают возможность обмениваться мнениями и опытом с коллегами, единомышленниками и оппонентами в республике и за рубежом. Российский Центр науки и культуры провел, наверное, порядка 30 различных знаковых таких событий. Понятно, что ничто так не убеждает, как достоверный документ в том, что касается исторического знания. Международный общественный фонд единства православных данных народов существует уже много лет. Я думаю, что вот эта национальная энергия и красота, которая есть в молдавской музыке и в грузинской музыке, я думаю, что это делает эти маленькие народы великими. Важные события, происходящие в стране, это ориентир в работе корреспондентов агентства. Это знаковые явления и трудовые будни, политические и экономические решения, которые влияют на судьбы страны и всего народа. Это социальная, духовная и нравственная составляющая, которые определяют судьбу, ментальность и позиции жителей страны. Особое внимание уделяется детям, благотворительным акциям и социальной активности, заботе общественных организаций и отдельных людей о тех, кто нуждается в таком внимании. Наше агентство не пропускает исторические и уже современные праздники Молдовы, честование ветеранов войны и труда. С большим размахом в Кишиневе в этом году прошло празднование Дня Победы, когда перед 50-тысячной аудиторией выступили выдающиеся исполнители Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. ПЕСНЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ Война, как известно, является испытанием всех духовных, моральных, физических, экономических и военных сил государства. Как наивны мы были тогда, веря в то, что война нас не тронет, и не знали, где счастье звезда, где солдата в бою похоронят, но хранил нас таверное Бог, пощадил должными остаться. Поступить он иначе не мог, сына-мать ведь должна повидаться. Поступить он иначе не мог, сына-мать ведь должна повидаться. Визит в Молдову космонавта Владимира Дежурова на празднование 50-летия первого полета человека в космос стал одним из таких событий. Организаторами его выступили посольство России в Молдове и Российский Центр науки и культуры. Агентство не обходит своим вниманием и научную сферу. Ученые Молдовы уже многие годы обогащают мировую науку своими открытиями в разных областях знаний, всегда находя передовое, необходимое людям в эпоху совершенно новой и до конца непознанной цивилизации. Лабораторное оборудование для проведения климатических экспериментов с тем, чтобы оценить эффективность реагента. И эти работы развиваются, и мы планируем дальнейшее расширение работ не только в плане защиты от града, но также в плане искусственного вызывания осадков. Известный филолог-русист, профессор, ректор Славянского университета Татьяна Млечко, наш постоянный собеседник. Она всегда готова не только ответить на любой интересующий вопрос, но и предложить в качестве респондентов своих коллег из России и других стран мира. Если говорить о двуязычии в масштабах государства, то есть на уровне всего общества, то у нас, используя термины соответствующие, можно сказать, что у нас преобладает асимметричный билингвизм. Интереснейший разговор состоялся с одним из ведущих ученых в области русской литературы из Санкт-Петербурга Игорем Сухих, известным автором многих учебников и научных работ, которые рекомендованы специалистами для изучения и в Молдове. Сотрудниками Славянского университета и, возможно, с преподавателями русской гимназии Молдавии, мы попытаемся сделать новый учебник, рассчитанный на молдавских школьников, изучающих русскую словесность, русскую литературу. Здоровье общества, система здравоохранения и медицинское образование стали важнейшей темой работы агентства. В этом направлении мы делимся с посетителями нашего сайта самой новой и ценной информацией. С доктором Ионом Думбровяну, одним из лучших в республике урологов и специалистов по мужскому здоровью, выпущен целый цикл передач, где врач-андролог отвечает на вопросы наших граждан и жителей других стран. Есть менопауза у женщин, об этом все знают, все женщины проходят, а мужчины тоже проходят через это. Но все-таки и у мужчины андропауза не так выраженная. Она более мягко проходит с одной стороны, а с другой стороны с очень большими последствиями. Корреспондентное агентство не обходит вниманием и самые последние образовательные достижения Молдавского медицинского университета. А его ректор Ион Абабий наш частый собеседник. Для нас очень важно моментом знать о том, что вот мы находимся в одной стране, в республике, где казалось, что все для нас есть и овощи, и фрукты, а на четвертом или пятом месте из десяти факторов, которые приводят к смертности, это недостаточное количество применения именно овощей и фруктов. Вот мы применяем небольшое количество. Культура любого народа – это отражение его духовной сути и размаха творческой мысли. В Молдове много достойных деятелей этой направленности, ставших постоянными партнерами агентства. Это и режиссер Юрий Хармелин, много десятилетий возглавляющий единственный русский молодежный театр в стране – театр с улицы Рос. И кинорежиссер Валерий Ужереги, снимающий пронзительные ленты о нашей трудной действительности. И музыковед мирового масштаба Михаил Казиник, приезжавший в Молдову с интереснейшими лекциями о мире международного искусства. В каждом из концертов, которые Вивальди писал для себя, великого скрипача, есть только один эпизод, который был неисполнив в те времена. И когда Вивальди специально подбрасывал девчонкам ноты, они начинали играть. И думали, боже, какой чудесный концерт, вот как он легко начинается. Потом они добирались до этого эпизода и понимали, что великий маэстро, и приобрелся Рыжий Бог, написал это для себя. Во-первых, это шестая, седьмая и восьмая позиции. Тогда все играли только до третьей. Вот отсюда. Дальше руки еще не двигались, только Уивальди. Познавательные интервью о развитии современного кино получились с уже ушедшим от нас режиссером и публицистом Константином Осаяну, человеком глубоких познаний и интересным собеседником. Кино не просто развлекуха. Не просто прийти с подружкой, посидеть, посмеяться или посмотреть увлекательный фильм и уйти. Смотреть хорошее, серьезное кино – это большая работа. И это нужно уметь, это нужно уметь настраиваться на это. Замечательный разговор о музыкальном мире Республики, о классическом искусстве и его судьбе в нашей стране, состоялся с еще одной из великих представителей нашей культуры. Примой молдавской оперной сцены Марии Биешу. Это видео стало одним из последних интервью в жизни Примадонны. Целую вас. Обнимаю. С любовью, Мария Биешу. Агентство привлекает к сотрудничеству талантливых артистов для создания оригинальных проектов. Одним из таких новшеств стала рубрика «Рэп-новости Молдова», где группа «Луми» и шоумен Александр Кожухарь преподносили события, происходящие в стране и в мире, через призму современного музыкального жанра. Нюзмолдова.ру Здесь все вы найдете в подробностях. Нюзмолдова.ру Яркие события, горячие новости. Почтеннейшая публика, милостивые государи и милостивые государыни. Эх, и весело же живут за границей, не то что у нас. Среди друзей и респондентов агентства «Новости Молдова» нет любимчиков. Они все нам одинаково дороги своей талантливостью, глубиной и озабоченностью судьбами страны и народа, постоянной готовностью поделиться информацией о своих новых успехах. Но среди тех, кто делает это чаще, народный артист Молдовы Константин Москович. Популярность маэстро растет, равно как и количество стран, где его творчеству рукоплещет самая широкая аудитория. А среди талантов, с которыми ему удается сотрудничать, уже есть имена Тамары Гверцетелли, Георри Фейтмана и многих-многих других отечественных и зарубежных звезд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Агентство новости Молдова, как мы уже отмечали, всегда стремится быть на острие наиболее насущных социальных вопросов. Свою медийную площадку мы постоянно предоставляем тем, кто поддерживает уязвимые категории населения. Особенно хочется рассказать о самоотверженности таких общественных организаций, как Липосидералы, Мотивация и многих других, не оставляющих без внимания и заботы детей, стариков, людей с ограниченными возможностями. Немало внимания уделяется и освещению нужд ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а также героям, исполнявшим свой интернациональный долг в Афганистане и тем, кто ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской атомной станции. Одной из наших тем стала деятельность фонда имени Мирона Шора и организации Орд Молдова, занимающихся многими благотворительными и образовательными проектами в стране. Хочется сказать еще спасибо фонду Мирона Шора, что он поощряет учащихся, которые заслуживают этого, и спасибо, это очень приятно. Объединив единомышленников, не остающихся равнодушными к бедам других, фонд имени Мирона Шора проводит акции для воспитанников детских домов и интернатов республики, ветеранов войны и труда, людей, нуждающихся в помощи и активной заботе. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это часть нашей жизни здесь Это часть прикоснуться к тем болевым точкам, которые переживает весь народ И без этого жить нельзя Нельзя жить без того, чтобы помогать детям, которые страдают Нельзя жить без того, чтобы помогать инвалидам, которые страдают Нельзя жить без того, чтобы, являясь любителем футбола, без того, чтобы поддержать национальную сборную по футболу Которую сегодня нельзя поддержать так, как раньше государство поддерживало Которую должна лечь на плечи любителей этого вида спорта То есть во всем участвовать и по мере возможности Орд Молдова, представитель Всемирного Орда, выросшего из общества ремесленного труда Внедряет в школы республики современные мировые образовательные программы и разработки Обеспечивает техникой учебные заведения, нуждающиеся в этом Помогая ученикам достойно отвечать на вызовы новой цивилизации Руководители отделений Орд из разных стран мира во время своего визита в Кишинев Стали и гостями нашего агентства, где они рассказали о том, что молдавское отделение организации Стало одним из лучших в мировой системе Орд И наградили его главу Илона Шора почетным знаком Мы посетили одну из школ, которая находится довольно в центре города С идеей создания на базе этой школы очень большого и мощного комплекса воспитательного В котором объединятся несколько школ И который станет магнитом образования для всего государства И хочется завершить наш рассказ с арисовкой о благотворительном празднике концерта Ко дню защиты детей, в котором приняла участие знаменитая во многих странах СНГ и Европы певица Жасмин Звезда сцены порадовала своих маленьких зрителей и их родителей замечательным выступлением И пусть говорят, что миром правят деньги, а то, что для души перестало интересовать современное общество Журналисты агентства новости Молдова в это не верят Мы знаем, что духовность никогда не покидала жителей нашей страны Просто мы вместе переживаем очень непростое время Но когда наш народ един, ему ничего не страшно Поэтому мы и утверждаем, 10 лет это начало Это рубеж, с которого все только начинается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok